Как говорил Суворов, солдат он шилом греется и дымом греется, но любой человек хочет сделать свою жизнь хоть чуточку комфортнее. И ничего, что вместо города лесополоса, а вместо квартиры блиндаж. Инженерная бригада, в составе которой служат якутияне, заехала в лесополосу несколько месяцев назад. Тут уже были подготовлены блиндажи, солдаты оборудовали их под себя, установили генераторы, провели электричество, оборудовали кухню и место для отдыха. Заехали мы сюда 6 месяцев назад, приехали, для нас блиндажи были уже подготовлены. Заехали, дообустроили их под себя, доделали нары, печки, в общем, настроили жидбыт, построили баню и проводим здесь большую часть времени. Ну а здесь мы видим баню. Понятно, что, живя в полевых условиях, нельзя пренебрегать гигиеной, поэтому ребята сделали себе баню и периодически ее посещают. В расположении оборудована полевая кухня со стандартным армейским меню. Каши с тушенкой, макароны, супы. Но якутяне не представляют жизни без мяса, поэтому на своей кухне готовят привычные, еще с гражданки, блюда. Передпочитаем готовить все сами. Суп, сквядины и так далее. Шашлыки делаем. То есть, ну, такого, что чего-то не хватает, что-то там голодаете, такого у вас нет? Нет, все нормально, хватает. Кроме ребят из Якутии, в бригаде служат бойцы из Хабаровского края. За время, проведенное на СВО, бойцы успели крепко сдружиться. Мы с ребятами сплотились, как бы я им доверяю свою жизнь, они доверяют мне свою жизнь. Мы друг другу помогаем, уже были ситуации, когда, ну, нужна была взаимовыручка и помощь, никто не испугался, никто не бросил. Живем в земле, грубо говоря, это землянка, но обустроено тепло, свет, все есть, еда, вода, помыться, все есть, все как бы отлично. В принципе, как на охоте. Задача у инженерной бригады ответственная – поиск и разминирование боеприпасов, мин и снарядов. После каждого задания бойцы возвращаются в расположение, и, несмотря на налаженный быт, все равно они ждут дня, когда с победой вернутся в родные города и области. Александр Хавренко, Петр Шестаков, Донецкая народная республика.